Они не понаслышке знали, что такое война. Одни ушли на фронт прямо с театральной сцены или съемочной площадки. Другие только мечтали стать актерами. Но теперь судьба уготовила им одну роль – защитников отчизны. Папа рассказывал, что думали только о том, что воюют за свободу. Те, кто годы спустя будет играть пожилых и мудрых генералов и маршалов, в 41-м были рядовыми сержантами, лейтенантами, пехотинцами и артиллеристами, танкистами и летчиками, моряками и разведчиками. Совсем молодыми. Понюхавший пороху, что называется, никогда ничего. Никакого хвастовства, достоинства было большое в этих людях. Так что, снимаясь иногда в фильмах о войне, актеры-фронтовики по сути часто играли самих себя. Или своих погибших товарищей. Кто-то гениально сказал, они не играли в этих фильмах войну, они войну вспоминали. Ранним утром 22 июня 1941 года студент Щукинского училища Владимир Этуш возвращался с дружеских посиделок. Потом он часто вспоминал этот момент. В пятый час утра. Пустая манежная площадь и черный лимузин с флажком, на котором трепещет свастика, выезжающий со стороны Кремля. Позже он понял, что это автомобиль немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Студент и начинающий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш имел бронь и на фронт мог не идти. Но однажды, обнаружив, что на спектакле в зале сидят всего 13 человек, понял, что на передовой он сейчас нужнее. И на следующий день записался в добровольцы. Есть же такое стихотворение, там, я раньше думал, там, лейтенант звучит, налейте нам, и знает топографию, он топает по гравию. Как бы все понятно, да. А война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх, скользит по пахоте пехоты. Вот примерно такими словами, такими вот простыми словами, он рассказывал всю свою военную жизнь. Военный переводчик, разведчик, помощник начальника штаба полка. Как сказано в наградном листе на орден Красной Звезды. Товарищ Этуш, бесстрашно не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага. Причем своим умелым маневром выбил противника из района городок. При этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет. Сам Владимир Абрамович потом рассказывал, что награду командир ему вручил буквально на бегу, из окопа в окоп. Забери свой орден. Черт знает, может тебя убьют, а может меня. К нему было такое уважение, что когда-то ограбили его квартиру, и украли в том числе его ордена военные. И кто-то сказал, ребята, вы вообще понимаете, кого вы ограбили и что вы украли? И на следующий день все это было возвращено. И лежал под дверью. Смерть обходила его стороной. Будто побаивалась юного лейтенанта. Вот я сейчас вдруг подумал, а может быть он и прожил такую длинную жизнь, потому что он говорил всегда, я обязан был жить за того парня. Дело в том, что однажды он был ранен. Подошел парень для того, чтобы его спасти. Он его поднял, чтобы его перенести. И тут дура пуля попала этому парню в грудь, и парень погиб. И он понял, что он должен проживать свою жизнь не только за себя, но за этого парня, который спас ему жизнь. Фронтовой путь Владимира Этуша закончился под Запорожьем. Тяжелое ранение. Почти год по разным госпиталям. В 1944-м 22-летний ветеран снова стоял на пороге Щукинского училища. В старой простреленной шинели и с палочкой, с которой не расставался до конца дней. Владимир Абрамович, то, что он рассказывал про войну, мне кажется, он старался уйти от серьезного. Долго его одолевали и говорили, Владимир Абрамович, а куда же вас ранило? И Владимир Абрамович долго отнялся. И потом сказал, туда. В этом был весь Этуш. Сидишь? Сидел! Вот и сидишь. Владимир Абрамович не любил сниматься в фильмах про войну и всегда решительно отказывался. И только на склоне лет вдруг согласился. Он в конце жизни сумел сыграть такой короткометражный фильм Сережи Бадаева, который называется «Старый воярка». Его герой Егор Кузьмич прошел Первую мировую. На фронтах Великой Отечественной потерял сыновей. Он живет в заброшенной деревне с дочерью и внуком. Но рвется на войну. Не сообщили еще, Егор Кузьмич? Ждем! А? Идем? Ждем! Идем, идем. Помочь надо. Сиди, Игорь Кузьмич! Велено ждать? Немного осталось. Деда, сиди, не ходи никуда. Мамка ругаться будет. Помочь надо. Деда, они и без тебя справятся. Он уже был совершенно... Ну, все-таки за 90-е это все-таки возраст серьезный, согласитесь. И вот он нашел в себе силы сниматься. И это тоже подвиг своего рода. Владимир Абрамович. Человек, который видел смерть. Понимаете? Это особенные люди, которые воевали. И у них было совсем другое отношение к жизни. Это нельзя не воспитать. Это нельзя не рассказать. Это, наверное, нужно только пройти. Понять, что это такое. Михаил Пуговкин 22 июня 1941-го снимался в фильме «Дело Артамоновых». Роль крошечная, эпизодическая, зато дебют. Эй, вы девицы! Добротельницы! И вдруг всех позвали, все киногруппу, позвали в кабинет директора. И там по радио, все тихо сидели, что случилось. Молотов объявил о начале войны. И он весь все расспрашивает, а мне можно уже уйти? Я отснялся. Конечно, все, вот ты свободный, пожалуйста. Молодой артист решил пройтись по июньской Москве, чтобы как-то привести мысли в порядок. Шел по Цветному бульвару, а на Цветном бульваре стояли столы и сидели военные и записывали добровольцев на фронт. И стояли тут же автобусы, люди записывались, их тут же грузили в эти автобусы, его тут же записали добровольцем и тут же посадили вот в автобус. И он в первый автобус прыгнул и еще увидел своего соседа, дядя Федя, и кричит ему в окошко. Дядя Федя, дядя Федя, скажи мамке, я на войну уехал. Как было просто, да? Пуговкин стал разведчиком. В полку его считали заговоренным. Ни одна пуля не брала, ни один осколок. Ну и вот это единственная фотография общего плана. В халатах три разведчика идут. Из них первый Пуговкин. Но чудес не бывает. Летом 1942-го советские войска с тяжелейшими боями отступали в районе Донбасса. И разведчик Пуговкин прощался с жизнью. В его окоп угодила немецкая граната. После боя, когда все затихло, санитары ходили по полю боя, собирали раненых. И шел один санитар, и увидел, земля шевелится. И он стал откапывать, потому что Михаил Ивановича засыпало в воронке, засыпало это землей, но он был жив. До госпиталя добирались долгое. Да и ранение оказалось серьезным. Началась гангрена. По всему выходило, что с ногой придется расстаться. Осмотрел его хирург и говорит, сейчас будем ампутировать. А Минечка спрашивает, а что это такое? Он не в первый раз слышал это слово. Ну как, отрежем тебе ногу выше колена? И он замолился, что вы, доктор, я артист, я в театре играю, я в кино уже снялся. Я не могу, чтобы без ноги. И надо же было такому случиться, что именно в те дни, когда Пуговкина готовили к операции, вышло распоряжение Сталина. Максимально избегать ампутаций. Обращение к врачам, вы лечите, спасайте людей, спасайте бойцов, потому что они после госпиталя опять могут идти на фронт. И вот эта телеграмма Сталина спасла Михаила Ивановича. Там четыре операции у него было на ноге с этим ранением. И ногу спасли. Обошлось без ампутации. Но после госпиталя актера комиссовали. Пройдет всего два года, и в 1944-м Пуговкин сыграет в фильме «Свадьба». И вот он там танцует. И операторы, вот такие внимательные, остановили съемку. И говорят режиссеру, надо перевязку делать. У него выступала кровь через брюки. Вызвали санитарочку. Она ему сняла сапоги. С левой ноги вылили кровь. Перевязку сделала. И он снова шел в танец. И вот этот подвиг артиста, прежде всего, ушел бы. А этот так любил свою профессию всю жизнь. Михаил Пуговкин был актером, несомненно, комедийным. Это его не тяготило. Но порой хотелось сменить амплуа. Шанс выпал в 1968-м. На киностудии «Беларусь» фильм снимали картину «Годинг не строевой». Я из тебя выбью всю дурь! Он всегда мечтал сниматься в фильмах со сложной фронтовой судьбой. Потому что хоть он не любил рассказывать о фронте, о войне, потому что это страшно. Он всегда, видимо, все-таки это в душе. Уже на генетическом уровне это закрепилось. Потому что человек, прошедший войну, он пропустив это через себя, он понимал весь ужас всего этого. Полк уходит. Пошли. Война есть война. Недавний курсант Попанов попал на фронт осенью 1941-го. Воевал под Харьковом. Советские войска отступали и несли огромные потери. В первом же бою из 42-х человек в его взводе, в живых осталось 14. Как он отказывался играть в живые и мертвые? Он говорил, всегда говорит, Господи, Боже мой, да не могу я, какой я генерал Серпилин. Я сержант был. С утра волновался, как невеста на выдне. 20 лет не воевал. Первый бой не шутка. А сейчас в своем полку уверен и тем счастлив. «Живые и мертвые» – экранизация романа знаменитого советского писателя Константина Симонова. В годы войны он работал фронтовым корреспондентом. Его там и Симонов уговаривал. Ну, Анатолий Дмитриевич, ну как-то. Потом он как-то один раз все прочел и говорит, ладно, буду играть. Я говорю, а чего это-то взял? А смотри, как у Симонова написано. Серпилин был с лошадиным лицом, но с умными глазами. Сенцов! Да, товарищ генерал. А мне сказали, что ты мертвый. А я живой. А почему сержант? Долго рассказывать, товарищ генерал. 22 марта 1942 года старший сержант Анатолий Попанов командовал взводом зенитной артиллерии. Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться. Вдруг взрыв. И дальше ничего не понял. Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты нас отрыли. В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь. После ранения Анатолий Попанов уже не смог вернуться на фронт. У него были ампутированы три пальца ноги. В 21 год он стал инвалидом. Человек может сломаться, человек может обозлиться, человек может, ну вот, с этим увечем, который наносит война, потом очень трудно жить вообще с окружающими. А эти люди, эти актеры, они это переработали в какую-то радость и дали ее нам. Меня это восхищает. Пилите, Шура, пилите! Фронтовое отметину, отчаянную хромоту, принес с войны Изиновий Герд. Когда он играл Паниковского, когда он со своей вот именно этой прямой ногой, когда он бежал с этим гусем. У него поговорка такая, ну, если жив буду, тогда я тебе, это самое, ну, давай до завтра. До завтра, говорит, дожить надо. Это вот на войне все время только так и говорили. Давай до завтра. В 1941-м начинающий актер Зиновий Герд ушел на фронт добровольцем. На подступах к Харькову 12 февраля 1943 года при разминировании минных полей противника для прохода советских танков уже командир саперной роты, старший лейтенант Герд, был тяжело ранен. Кости впоследствии срослись, но одна нога стала короче другой сантиметров на восемь. Ему дали Красную Звезду, а Красная Звезда считалась таким орденом, что это самая боевая награда была. О, необыкновенный Герд! Он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный. Так написал о Герде его близкий друг, актер Валентин Гафт. Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, о которой все мы стремимся в конце концов. Мы пережили страшную войну, может быть, самую страшную в истории человечества войну. И чтобы загладить все это, нужны годы, может быть, десятилетия, чтобы все это залечить. Павел Луспекаев залечивал раны всю жизнь. В 43-м 16-летним подросткам он пришел в партизанский отряд. Во время разведывательного рейда ему пришлось несколько часов лежать на снегу, и он сильно обморозил ноги. Ну, в общем, атрофия ног, кровь не поступала, дикие боли там и так далее. Луспекаев демобилизовался в 1944-м. Закончил Щепкинское училище, работал в Ленинградском БДТ, снимался в кино. И все это время превозмогал страшную боль. Здравствуйте, детишки. Что же это вы не... Не шали. Во время съемок фильма «Республика Шкит» болезнь обострилась. Врачи настаивали на ампутации обеих ног до колен. Луспекаев уговорил их. Ему удалили только пальцы. Но даже после этого он рвался на сцену. Он вдруг вскочил на плохой наш паркет в Новом Доме. И вот этими обрубками своими стал плясать по полу. Кровь потекла. И он у меня кричал, извини, забрали. Я... Все равно вернусь. Па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Вернусь. Можете себе представить? После операции Луспекаева мучили фантомные боли. На ногах нестерпимо болели пальцы, которых уже не было. Причем боль не оставляла ни на секунду. Каждый день ему от боли вкалывали, боюсь соврать. Но мне было сказано, 4 кубика морд, 4 кубика наркотиков. Каждый день он спасался только этими кубиками. Но когда доза дошла до 16 ампул в день, Луспекаев твердо решил, что с наркотиками пора завязывать. Это какого наркомана? Спросите, кто... У него ломка там, он не может бросить, людей убивать. Он бросил Иночка, верная его подруга Иночка, Луспекаева, Кириллова. Каждый день ходил на базар и приносил в мешок семечек. Он вот так сидел, все время семечки. Все в шелухе, все. Он вместо этого морфия эти семечки жрал. И в результате сыграл «Белое солнце пустыня» без ног. Ну как сыграл, прекрасно. Тащ! Вообще-то он надевал такую металлическую изогнутую пластину, которая имитилировала ступню. Вот. Потом надевал борцовские ботинки, и потом уже надевал ботинки. Вот так он мог ходить, потому что у него остались только одни пятки. Помойтесь, ребята. А вот Иннокентию Смоктыновскому, можно сказать, повезло. Тяжелые ранения каким-то чудом его миновали. И что удивительно, во время войны папа ни разу не был ранен. Хотя рядом с ним погибали его однополчане. И было очень страшно. 1943 год. Бои за Днепр. Немецкая архиллерия перебила связь, которую наши протянули по дну протоки. Под шквальным огнем противника надо было доставить важные донесения. Это и было приказано рядовому Смоктыновскому. Мой папа, несмотря на обстрел противника, тем не менее шел через эту протоку. И нес над головой документы, чтобы их не замочить. Выбежав из воды опрометью, сверкая голым задом, мчался по совершенно открытому, пологому, как хороший пляж, песчаному берегу. Тот дурацкий пакет я доставил. В этом-то отношении все было в порядке. И меня даже представили к награде медалью за отвагу. Правда, вручена она была ему не сразу, а спустя 49 лет на сцене Московского художественного театра после спектакля. Эта медаль была прикреплена к комзолу Людовика XIV, которого папа играл в спектакле «Манер» Кабала Святоши. Он говорил, что когда он встречался взглядом с теми людьми, которые умирали, и я взглядывался в их глаза, и у меня происходило очень странное явление такое. Я как бы терял свою душу, а вот эта душа умирающего как бы входила в меня. Мне, как эта война, открыла возможность перевоплощаться в образ уже давно умершего или не существовавшего даже человека. И он был признан лучшим Гамлетом, в роли Гамлета лучшим актером всех времен. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Но до этой всемирной славы еще надо было дожить. В декабре 43-го Иннокентий Смоктуновский попал в плен. В ходе наступления освобождения Киева прорвались соединения, в которых сражался мой папа. И так оказались в тылу противника, и так попали в плен. Но, видно, не зря Смоктуновского однополчане считали счастливчиком. Вскоре ему снова повезло. Удалось бежать. Воспользовался оплошностью немцев, которые перегоняли пленных в другой лагерь. Пошел в сторону лесов и болот, где меньше было шоссейных и железных дорог. И дошел до одной деревеньки, постучался в ближайшую хату и без сил совсем свалился на пороги, потому что был истощен. И вот замечательная украинская женщина Василиса Шевчук, она рисковала и своей жизнью, и жизнью своих близких, но укрыла папу. Спустя годы Иннокентий Смоктуновский нашел женщину, которая спасла ему жизнь. А тогда, зимой 43-го, как только позволили силы, ушел к партизанам. В мае его отряд объединился с частями наступающей Красной Армии. Он сказал, что вот видите, я участвовал в рукопашных боях. С автоматом, ППШ мы вырывались в окопы и так далее. Вокруг меня рвались там снаряды, разрывало людей на куски. Были атаки по открытой местности, прямо валились вокруг меня все. Я за всю войну ни одной царапины у меня нет. В январе 1945-го во время боев за освобождение Варшавы отделение автоматчиков, которым командовал Смоктуновский, одним из первых ворвалось в траншеи противника. За этот подвиг Смоктуновский был повторно награжден медалью «За отвагу». Но и он говорил, что, может быть, так эта боевая военная жизнь меня закалила. И, может быть, поэтому мне удалось создать свои роли, образы, которые так нужны были потом зрителям. Трофимов, крепче, крепче, три. Дисциплину нарушать вы все мастера, а вот полдраить. Товарищ генерал, группа нарушителей воинской дис... Ой, невольно. Нарушители, значит. И этот лопоухий тоже. Так точно. Можем я с ним потолковать? Суворовец Трофимов. Я. Генералу. Есть. Летом 1943 года будущий народный артист РСФСР Георгий Юматов точно так же драйл лестницу. Причем, что удивительно, именно эту. Тогда в здании на Первой Мещанской, где снимался этот эпизод культового фильма «Офицеры», располагалась морская школа. Готовили радистов, шифровальщиков и сигнальщиков. 16-летний Юматов решил стать сигнальщиком. Так было больше шансов быстро попасть на фронт. Жора провел всю войну. И причем во флоте. Он мне потом рассказывал подробно, как он на линкоре черноморском там был. И как они брали вот южную этот город, который долго-долго сопротивлялся, но все-таки было дело. Юнга-сигнальщик, потом рулевой. Три корабля, на которых служил Юматов, погибли. А он выжил. Каким-то чудом. Его же собака спасла, вы знаете, на буксире. Когда он увидел, что собака на отпуске, он кинулся ее спасать. А в это время бомба упала на буксире и разнесла. И он остался жив. Вся команда, по сути, погибла от этой бомбежки. И он всю жизнь любил собак. Очень любил. Для него война началась в Ельске, на Азовском море. Потом Керчь. Следом бои за Одессу. Потом он поехал еще на запад. И как они брали немецкие батареи, которые не пускали по реке главной вверх, европейской. И как они главным калибром сшибали эти и замки, и все. Это вообще целая история была удивительна. С Дунайской флотилии рулевой Юматов дошел до Вены. Мы были вместе на Житной, там, где МВД. И ему вручали, она, эта медаль есть у меня. У меня даже есть медаль «Ушаков на цепях». Это редчайшая морская медаль. А ему пацану было 17 лет, по-моему, когда был штурм Венского имперского моста. И был ранен. И ему дали вот эту медаль. В одном из самых щемящих эпизодов фильма «Офицеры», в том, где главный герой картины Алексей Трофимов вдруг поворачивается к жене спиной, гримеры не участвовали. Это настоящие боевые шрамы Георгия Юматова. Я тоже человек, Алексей. Человек, понимаешь? Мне нужно, наконец, закончить институт. Если ты не можешь считаться с нами, пожалуйста. В конце концов, мы уже привыкли жить одни, и мы... Когда едем, Алёша? Послезавтра, Любаш. Собирайся. Фраза, которую услышит молодой герой Юматова, и которая определяет весь его будущий путь, и для самого актёра была крайне важной. А я, вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. Жора, он какой-то очень от народа был. Но война, наверное, это, конечно, сделала. Он был грандиозным, верным своему слову, и он никогда никакие компромиссы не шёл. Это удивительный вообще человек был. Решимость умереть. Да это вообще из области самоубийства. На воде требуется не решимость умереть, а решимость сделать в условии, когда ты грозит смертью. Да, неизбежные. А человек продолжает хотеть жить. Всегда. Вот так. Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. И первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающим осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идёт из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто. Юрия Никулина призвали в армию в 1939 году, когда ему не исполнилось и 18-ти. В бронетанковые войска, о которых мечтал, не попал. Сказали, слишком высокий. Его записали в зенитную артиллерию. Служил под Сестрорецком в зенитной батарее, которая охраняла небо Ленинграда. Там будущего актёра и застала война. В первые же дни боёв батарея Никулина вела огонь по фашистским самолётам, которые закидывали Финский залив глубинными минами. Есть замечательный эпизод, на который мало кто обращает внимание в фильме «Бриллиантовая рука». В той сцене, когда герою Никулина даёт пистолет, и он в машине его берёт и потом в овощку засовывает, он говорит, надо же, говорит, с войны не держал в руках боевого оружия. Держите. Зачем? Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите. С войны не держал боевого оружия. Это такой момент, знаете, я теперь всегда, когда это вижу, думаю, ну ничего себе, вот тебе, Семён Семёнович Горбунков. А ведь Семён Семёнович совсем недавно воевал. Это совершенно другой акцент. Он же написал однажды, «Семь лет я не снимал кирзовые сапоги и шинель». Победу Юрий Никулин встретил в Латвии. Неподалёку под Кёнигсбергом завершил боевой путь лейтенант Евгений Вестник. Он дошёл до Кёнигсберга, и в Кёнигсберге последняя атака немцев, и они, он говорит, они встали и пошли психологически, пошли на нас. Но шли пьяные в этой чёрной форме, шли прямо в... Ну, им одеваться было некуда. Он лейтенант, и он, он говорит, «Пусти, стреляли из своего оружия». Ну, у него какое оружие? Пистолет. Ну, значит, это 30 шагов, 20 шагов. Ну, представляете, что такое? Почему-то он говорил про то, что он форму не хочет носить. Эта ненависть к чёрной форме ещё напомнят о себе. Евгений Вестник отказался сниматься в фильме «17 мгновений весны», хотя Татьяна Лиознова именно его видела в роли шефа гестапо Мюллера. Ну, он говорит, форму не могу одевать. И я так тоже расстроился, но всё-таки «17 мгновений весны» – это наше всё. Это как Пушкин. Вот. Ну, потом вдруг уясняется, что папа и там отметился. Он же Гитлера озвучивает. То есть Гитлер в «17 мгновениях весны» говорит голосом Вестника. Я запрещаю вам, Геринг, слышите? Запрещаю выезжать на фронт. Вот его военный опыт, что ему давал ненависть и отрицание этого фашизма. Конечно же. Поэтому даже не мог надеть этого мундира. Это позиция. Евгений Вестник ушёл на войну в 1942-м. Со второго курса Щепкинского театрального училища. Окончил артиллерийское училище в звании младшего лейтенанта. И только тогда попал на фронт. Воевал командиром огневого взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады. Понюхавший пороху, что называется, никогда ничего. Никакого хвостовства нет. Нет. Это очень интересно. Достоинство было большое в этих людях. Мне нравилось, что на войне нельзя было быть плохим. Показывать свои отвратительные качества. Это было наказуемо. Я не знаю, мне страшно сказать эти слова, но я испытывал какой-то подъём духа. И там я сформировался как человек. Он прошёл всю войну. Я ей никогда не рассказывал, там, ранен он был или не ранен. А если рассказывал, то это было всегда смешно. Даже о войне. У него почему-то всегда было с юмором. Вот как младший лейтенант Вестник получил медаль за отвагу. Свою первую боевую награду. Однажды мы, пользуясь нашими неточными картами местности, забрались чуть ли не в расположение немцев. Случилось так, что у меня было небольшое отравление. И мне понадобилось выйти из машины. Укрылся в кустах над балкой. И вдруг на дне балки появляется немец. Тоже приспичило человеку. Я, толком не застегнув как следует штанов, тихонько свистнул. Немец повернулся на свист. И я ему показал пистолетом, чтобы он шёл ко мне. Немец поднял руки, подошёл. Я его довёл до машины, привезли в штаб. И он оказался очень полезным языком. Ну, он реально взял трёх языков. Получил... У него было две серебряные медали за отвагу. А это солдатская медаль. Позже вестник напишет. Когда закончилась война, мне было 22 года. И мы были убеждены, что мы завоевали рай. Это не школа там Станиславского. Не школа там Михаила Чехова. Это была школа войны. Это школа... Мне даже неудобно произносить ей слова. Это школа смерти, которая преодолевается человеком. Они ни разу не сфальшивили, рассказывая нам с экрана о Великой Отечественной. Потому что рассказывали о своей войне и о своей победе. Субтитры создавал DimaTorzok